всем привет меня зовут зуба дарья и сегодня я расскажу как сделать боксерские косички но для меня это я бы сказала не боксерские косички а косы как в клипе у кэти пэри бланда с косами один из последних ее клипов я сейчас не пиарю не клипа ничего просто мне очень понравился образ и сейчас эти косы очень модные поэтому я и решила вам о них рассказать но прежде чем мы перейдем к рассказу о косах для тех кто впервые на канале жмите подписаться а те кто со мной постоянненько жмите на колокольчик и ничего не пропустите оставляйте свои комментарии что было бы вам интересно какие плетения может быть вам интересно как работать с каниколоном либо же вам больше нравится что-то более женственное какие прически и какие лайфхаки с волосами вы бы хотели получить а теперь перейдем непосредственно к заплетению кос и к маленьким секретиком чем заменить к никому а еще в ходе заплетения этих кос я выяснила что у меня с этой стороны больше волос надеюсь и не одну и до того как начать рассказать что нам необходимо для непосредственного плетения я отвечу на самые часто задаваемые вопросы первый вопрос что делать если нет каниколона как бы чем заменит каниколон в идеале лучше взять его конечно же потому что как показывает моя практика это более простой более неприхотливый и самый реально если сравнивать по соотношениям один из самых бюджетных вариантов как бы это ни казалось поэтому лучше заказать каниколон но если вообще без вариантов вот нет возможности заказать каниколон вы не доверяете интернет доставкам и вообще интернет заказом то не печальтесь есть еще два варианта первый вариант это пряжа пряжу лучше брать акриловую не шерстяную но либо соотношение такой чтобы было побольше акрилчика и поменьше шерсти почему потому что как меня учили в детстве шерстяная нитка очень сечет волосы и ее бывает тяжелее вычислить что мы делаем с ниткой мы эту нитку можем порезать просто на куски вот на такие куски и уже непосредственно ее вплетать в голову как мы вплетаем делим на пополам и вплетаем технику плетения саму я покажу чуть позже непосредственно на каниколоне есть вариант что нитки можно вычислить и создать ощущение вот этого пуха можете в принципе взять шерсть для валяния если вот вам прям хочется создать вот этот такой дредастый вариант косы почему нет но лично по мне соотношение цена-качество лучше взять каниколон потому что вчера готовить к видео я зашла в магазин пряжей все такое увидела те самые толстые нитки которыми плетут на руках всякие штуки а почти 2000 за моток а пачка каниколона стоит в районе 450 рублей пачки каниколона хватит на две три косы в зависимости от толщины именно по вплетению может и больше хватить если они будут тоньше у меня нитки такие что их нельзя вычесать они превращаются я пыталась честно они превращаются вот в такой вот штуку поэтому будьте аккуратнее берите нитки не валеные а пряные скажем так те которые прились и тогда у вас получится но если вот прям супер если вам не хочется брать нитки вы хотите что-то более натуральное но в то же время вы не хотите каниколон и у вас дофига свободного времени потому что по-другому я сказать не могу вы можете купить ленты и распотрошить их кто не знал лента хорошо потрошаться создавая вот эту бахрому длинющую мы получаем эффект каниколона но на этом нам нужно будет очень много лет и очень много времени потому что может посидишь и раз при расплетайся и расплетаешь все это дело не конечно если у вас есть подружка младший брат или сестра которых можно запрячь вам повезло развлекайтесь но лично мне проще заказать каниколон вот и теперь перейдем к нему непосредственно плетению коз а еще один такой маленький лайфхак на тему того что если у вас нет ни док нет лент нет каниколона но очень хочется выделиться то можно найти старую хэбэшную простыню порвать ее на куски и заплести смотреться это будет очень круто в свою молодость я заплетала себе такие косы это смотрелось крайне эксцентрично но никто не понимал что это ткань фоток нет не могу показать но я думаю что мои знакомые до сих пор помнят эти белые толстые косы и получается очень толстый кстати но это как вот вариант когда вообще без вариантов сами косы нам понадобится расческа и еще одна расческа этой расческой мы будем делать пробор а этой расческой я расчешу расчешу это расческой я расчешу волосы и каниколон потому что если я буду расчесывать это расческой то боюсь половина будет на полу и мои котики будут очень рады во избежание этого мы берем расческу с широкой щетиной то есть широко расставленными зубчиками чтобы каниколон не вычесывался прям так активно и чтобы вы леонть его не сделали Нам нужен спрей для укладки, можно использовать любой спрей, это может быть жидкий лак, это может быть жидкий воск, это может быть ваша какая-то водичка, в которой вы укладываетесь Вы даже можете, в принципе, высушить голову смусом Для чего мы это делаем? Мы наносим это средство для того, чтобы наши косы продержались дольше Если вы хотите только на один вечер, то можете вообще ничего не наносить Но если вы хотите 2-3 дня, то лучше использовать дополнительный холдер, скажем так То средство, которое задержит ваши волосы не только внешней шапкой, но и внутри также будет держать их крепче И нам нужны два вида резиночек Одна резинка нам нужна большая для того, чтобы завязать нашу прядь волос, которая нам не нужна будет И нужны мелкие резинки Это могут быть такие прозрачные резиночки А также это могут быть непрозрачные резиночки, но тоже силиконовые Если вы будете заказывать каникалон с хайр-шопа, я в основном весь свой каникалон заказываю только оттуда Потому что это самое проверенное место Покупаю я у них каникалон уже на протяжении всех 8 лет моей активной практики И даже раньше из Брянска я заказывала себе домой каникалон Тоже доставляли, так что уж лучше там На самом деле поискать каникалон можно и на других сайтах Но я вот что-то так бегло посмотрела Мне кажется, по цене это хайр-шоповский каникалон самый более доступный Ну и лично мне это кажется, плюс я уверена в его качестве У себя дома я нашла только черный, черно-красный и красный каникалон Собственно, вот так выглядит каникалон Вот это каникалон Амбре Как раз его я буду использовать за основу А это у меня остатки красного каникалона Я не знаю, для чего я его покупала Я его сейчас замешаю вместе с черно-красным Для того, чтобы получился прям очень крутой переход Начнем Я использую спрей Сейчас свой волос Делим волосы на прямой пробор на две части Почему на прямой пробор? Я хочу на прямой Если вам хочется на косой, зигзагом, на какой угодно Пожалуйста, я буду делать классику И убираем часть волос, которую мы не будем сейчас плести Подготавливаем каникалон Будьте внимательны, вынимая каникалон из упаковки Потому что он может резиночкой по пальчикам прям шандарахнуть У меня это не вся пачка Это где-то две трети Потому что часть я уже использовала Можно использовать только этот каникалон Прям по пояс получается, если так выкидывать Но я для толщины вмешаю в него немного красного То есть этот каникалон я делю на две части И одну часть откладываем Если у вас в доме есть домашние животные Прячьте каникалон от них Они вы очень любите И добавляем немного красного Совсем немного Замешиваем И еще один маленький лайфхак в работе с каникалоном Для того, чтобы он меньше пушился, меньше путался Его нужно пропшикать обычной водой И проглазить В этом случае каникалон станет более, такой более похож на волос, скажем так А теперь приступаем к плетению Если вы не умеете плести косы на выворот не только на себе, но и на других То вам сначала нужно попрактиковаться И лучше практиковаться на других как раз таки Но если у вас нет подопытного кролика На помощь может прийти женщина с головой Но покупать отдельно эту женщину не стоит У меня есть баба, скажем так И я практикуюсь на ней А вам лучше попрактиковаться на подружках Прежде чем начать плести на себе Во избежание истения У меня вообще не получилось Потому что с первого раза даже у меня не получилось Мы берем наш каникалончик Берем нашу прядь Выбираем где-то вот такую прядь Кладем на нее сверху каникалон И тут же делим Каникалон На три равные части И волосы делим Также на три равные части Мешаем волосы и каникалон Чтобы у нас было три пряди И с волосами, и с каникалоном Понимаю, я сейчас задала вам квест Но лучше так Потому что, честно, у меня это третья попытка И поверьте, так оптималь Делая так, а не иначе То есть не пытаясь разделять каникалон по пути Где-то там Вы избегаете того, что он путается Вы как бы разделяете с самого начала И уже можете спокойно плести Когда у вас есть три пряди Каждая с каникалоном И начинаем плести Шаг Подворачиваем Все шаги мы делаем внутрь Шаг Подвернули Шаг Подхватили прядь Как только вы делаете шаг Заворачиваете вашу прядь внутрь Тут же добавляете волос Старайтесь следить за натяжением пряди Для того, чтобы ваши волосы В косе Были ту же прям заглажены И вот мы доплели нашу косу по брейду Если теряете пряди, как я вот сейчас То просто возвращаетесь назад Распускайте чуть-чуть Пихивайте ее, чтобы она не терялась И плетете дальше Если у вас какая-то прядь толще, чем остальные Просто чуть-чуть Когда вот вы делаете шаг И из этой пряди на этапе шага Вы сделали шаг Просто перекидывайте Перекидывайте этот момент Если одна из прядей у вас жирнее Но старайтесь перекидывать каникалон А не свои волосы Потому что если в какой-то из прядей У вас будет больше ваших волос А не каникалона То они будут выбиваться и торчать А нам же это не надо Если у вас где-то вот так торчат ваши волосы Вы их аккуратно Запихивайте, как бы чуть-чуть заворачивая Под пряди Плести кончики Это самое сложное в плетении Коз и брейдов с каникалоном Потому что они выбиваются везде и всюду Поэтому подкручиваем их каникалончиком И следим за тем, чтобы они не вылезали Прямо можно каникалон обкручивать В этих двух своих осей И вплетать их в такие моменты И вот здесь уже можно доплетать Как до конца, так и оставлять с хвостиком Как вам нравится Мне больше нравится, когда вот в ноль выплетено Вообще-то в ноль Ой, почти ноль Я беру одну резиночку Ай! Завязываем И нужный хвостик вот этот вот мы обрезаем Но обрезаем вот как бы с легкой филировкой Чтобы получился живой хвостик Ну а если вам хочется кисточку То можно остановиться где-то пораньше И сделать кисточку А теперь то же самое делаем с другой стороной нашей головы С теми же матами, с теми же песнями С той же ненавистью к каникалону Грозя ему периодически, что его выкинешь из желания Вообще бросить эту затею Делаем вторую часть У меня получились разные кончики Поэтому я перенесу резинки И сделаю все-таки хвостики Для того, чтобы это смотрелось гармонично Вы тоже не бойтесь, если вы отступаете своего плана Вам хотелось одни кончики, получились другие Ну чтобы благо получилось Наши косы готовы Самое главное, что вы должны запомнить В плетении брейдов самой себе Первое С первого раза никогда не получается нормально Если не было активной каждодневной практики Даже у меня при съемке этого видео получилось с третьего раза Нет, я довольна результатом Потому что получилось, получилось классно Без петухов, все зашибись Но могла бы с первого, могла бы Но честно, я крайне редко плету себе косы И очень хотелось вам это показать Потому что когда я увидела клипка Этипери Где она с такими блондинистыми косами Конечно, у нее там парик заплетенный Но очень хотелось вам показать И поэтому я сделала Вот видите, я пока с вами болтаю Они выбиваются Что мы с этим делаем? Это второе, что вы должны запомнить Лак Можно использовать любой лак для волос Берем и активно это дело все залачиваем Фактически бетонируем Потому что если у вас волосы такой длины, как у меня И у вас есть ровный срез Эти кончики всегда будут выбиваться Что бы вы ни делали Встречах не надо Еще один момент По статистике Вторая коса получается всегда намного лучше, чем первая Потому что первая мы как бы репетируем А вторая это уже сольное выступление Поэтому это нормально Если у вас вторая получилась круче Просто переплетите первую Если вам нужны косы только на один день То можно их не залачивать Ничего с ними не делать И они продержатся отлично Потому что кониколон хорошо в себя берет ваши волосы В руки, скажем так И держит Если вы хотите проходить с ней дольше То бетонируем лаком Прям Лак наше все Можно еще предварительно было использовать Там, например, какую-то пасту Когда вы еще заплетали Чтобы супер гладко И у вас уже прокачанный скилл в этом деле Тоже хорошо зайдет Так ручку сделала Как это дофига фэшн Просто, да, я смотрю Как расплетается? Просто снимаем резинки И расплетаем как обычные косы Ничего сверхъестественного Если вы купили кониколон Его можно использовать несколько раз Самое главное Его нельзя крутить Но его можно запаривать Кипятком Если вам хочется сделать Живой натуральный кончик Без резинки Без севой Чтобы держалось То есть вы доплетаете до конца И аккуратно опускаете В стаканчик с кипятком Будет держаться Если интересно Напишите в свои комментарии Хотите ли вы Чтобы я показала вам Свои наработки Работы с кониколоном Ну мало ли Вдруг интересно Оставляйте комментарии А за сим Я с вами прощаюсь Подписывайтесь Ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok